Валерий Безрученко И два раза становился призером Европы Теперь он мастерски управляет пилотажным самолетом 55М Мне он очень близок И, конечно же, я очень счастлив, что могу показать фигуру высшего пилотажа перед гостями нашего аэродрома Когда ты летаешь, ты понимаешь, как это здорово И думаешь, ну вот сейчас приземлюсь и снова пойду в небо Потому что это постоянно он тебя манит Это очень здорово, очень классно Ответа! А сейчас я нахожусь за штурвалом самолета На котором начинающие летчики делают свои первые шаги в авиации На таких воздушных птицах на аэродроме тренируются каждый день В день авиации космонавтики полетать пригласили всех желающих Гости праздника увидели фигуры высшего пилотажа в исполнении 10 самолетов Самара – это авиационный город И больше, чем в Самаре, вот этих самолетов в авиации общего назначения Нигде столько не проводится Это надо показывать, рассказывать, чтобы люди знали В аэроклубе проходит акция «Мне бы в небо» при поддержке областного правительства Любой молодой человек до 30 лет может оставить заявку на сайте клуба И испытать себя, например, прыгнув с парашютом бесплатно Прыгать мы не стали, а вот подняться в небо возможность не упустили Это польский самолет, он может разгоняться до скорости 210 км в час В СССР он активно использовался для фокусировки планеров Еще один знаменитый воздушный транспорт – вертолет Ми-2 Это по-настоящему народный вертолет В Советском Союзе его использовали практически во всех сферах От медицины дождь детского хозяйства На борту гораздо просторнее, чем на Вильге 8 мест, грузоподъемность около 7 тонн Алексей Саламатов впервые летал на вертолете Говорит, впечатления переполняют Это просто восхитительно Сбылась моя давнишняя мечта Спасибо организаторам, спасибо пилотам Всем спасибо, что такой праздник устроили После таких полетов понимаешь слова легендарной песни Первым делом самолеты Мария Левина, Николай Епипанов, События